Друзья, привет! Я Станислав Лендовер и да, вы на моем канале. Добро пожаловать и приготовьтесь в сжатом варианте увидеть трехдневное голодание. Я три дня. Не буду ничего есть, 72 часа. При этом буду тренироваться, при этом буду делать какие-то замеры. Вы их увидите в процессе просмотра и делиться с вами своими впечатлениями. Конечно же, в конце будет понятно, какие результаты достигнуты, положительно-отрицательно с точки зрения изменения веса тела, мышечной массы, жировой массы. Так что я с удовольствием захожу в этот внутренний для себя челлендж и многие задают и зададут вопрос, зачем? Ну, во-первых, для того, чтобы лишний раз убедиться в том, что я могу, в том, что не будет ничего страшного, если вы не поели один раз или пропустили два приема пищи или даже более длительные промежутки времени. Ну, это мы посмотрим, насколько это страшно. Самое главное для себя это действительно в какой-то степени оздоравливает, очищает организм, но глубокой морали и смысла в этом не ищите. Просто это внутренний челлендж. Могу ли я? Я должен смочь и я буду рад, если вы прокомментируете и поделитесь своим опытом, как вы переносили подобные испытания, потому что наверняка кто-то ограничивал себя в какой-то мере пищи, а кто-то просто голодал так же, как и я, но может быть даже больше в промежутке времени. Так что, друзья, добро пожаловать! Не забывайте, что все описания будут находиться в... снизу под описанием к этому видео, так же, как и ссылочки, полезные для вашего саморазвития. Вперед! Поехали, друзья! Впереди у нас 72 часа голода и 3 тяжелых тренировки. Поехали! Доброе, доброе утро! 23 марта на дворе, 9 часов утра. Последний раз ел вчера, это стало быть 22 марта, и это было в 8 вечера, на последнюю ложку я сел в 8 вечера. В планах голодать 3 дня и позавтракать, точнее, поужинать уже в среду в 8 вечера. Сейчас померим, измерим, возьмем забор крови, посмотрим, что у меня с глюкозой. Ну, интересно будет смотреть, как будет меняться и мое самочувствие. Буду тренироваться, делать все, взвешиваться, попробую сделать геомпедансиметрию, чтобы посмотреть, что у меня там с жиром. Оголюсь, посмотрим, что там у меня с жиром с мышцами. Вот. Ну и все тогда, поехали завтракать водой, че уж тут. Давай. 4,9. Ну что, приятного аппетита. 186. Ну вот так вот я выгляжу. Ну что, пошел я потренируюсь, стараюсь ходить пешком. На самом деле, около 10 тысяч шагов так и получается. Почти каждый день мне шагомер на смартфоне поздравляет, меня поздравляет с этим замечательным фактом. Ну вот так вот, 124 на 79, пульс 66. Например, жму открытым хватом, знаете, у меня травма левой руки, поэтому... с ажиором, Mental existence. Вот так вот. Вот так вот. 24 Здесь сейчас 250 кг, но весить конструкцию сколько? 50, ну ладно, 250. Поехали! Поехали! Вверх и широкие подтягивания, чтобы, опять же, быть более объективным и подтягиваться до касания носа, потому что и подбородка, и за подбородок всегда остается вопрос там, плюс-минус, каску с носом, все, молодец, подтягиваюсь с носом, с широким хватом. Поехали! Осfta Угу 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 Семнадцать тридцанточка поехали Опа Угу Угу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ладно, поехали Думаю, что не надо идти на 24-й, хотя, наверное, поборолся бы. Ну, вчера было, по-моему, 24. Ну, вопрос воли. Чувствую, что могу не дотянуть по воле, сдаться. Так, все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да А вес сколько? Дмитрий Дмитрий Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Итак, результаты нашего эксперимента За три дня полного голодания У меня было бы три дня, тогда сделал библино-дюглинанс уже стиль Два с половиной дня Два с половиной дня масса снизилась на 2 килограмма 86 грамм из этого веса жировой массу ушло 360 грамм из этого веса 770 грамм ушло активной клеточной массой мышечной массы это говорит о том то что полное голодание во время полного голодания мы теряем мышечную массу больше чем чем жировую но опять же короткий период конечно такие периоды не рекомендуется не было интересно ну вот так вот давление уменьшается а а и и и и и и и и Ну что, поехали, широкие подтягивания. Девятнадцать. Больше. Стал весить. А, да. Девятнадцать. 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 Ну что, двести пятьдесят опять жим. Реально тяжело, нам на последнее упражнение поставили, потому что после сжима уж точно ничего не сделала, а так сейчас соберусь морально. Становится как сейчас тяжелее тяжелее. На самом деле становится все меньше и меньше воли. По-моему, я пожал 22, в принципе, даже больше, чем первый-второй день, но тяжело бороться с низкой работоспособностью. ЦНС, конечно, перегружается, потому что все делать через немогу, но обращаясь ко всем, к тем, кто перетренировывается, так сказать, ребята, попробуйте, вы поднимаете штангу, нормально, без нытья, адекватно оцениваю свою работоспособность, восстановление. И не надо отсутствие воли выдавать за перетренированность. У вас и ни у кого ее не было. Ну вот и все. На отдых. Ну что, друзья, закончилось три дня полного отказа от пищи. Я посмотрел по воде. Не было никаких у меня особых позывов к увеличению количества жидкости. И в среднем это было порядка двух с половиной литров воды. Я занимался каждый день. И, соответственно, все это еще и... То есть воду я потреблял во время тренировки, конечно, в чуть большем количестве. По последнему дню тренировок силы стало меньше, воли тоже меньше. И телечно-сосудистая система стала менее адекватно реагировать. Ну что, в общем-то, ожидаемо. То есть я дольше восстанавливался между подходами. В целом чувствовал какое-то снижение работоспособности. Ну, в общем, это тоже было ожидаемо. Через два дня, это вот сегодня, вес тела вернулся на два килограмма. То есть вешаю я 100 в районе 105,5-106 килограмм. Никакого объедания не было. Ну и надо признаться, что никаких особенных ощущений я не испытал, связанных с появлением какой-то легкости. То есть говорить о каком-то оздоравливающем эффекте, наверное, можно. Но для этого нужно сдать анализы. Я этого не делаю в этот раз. Так что пока на уровне своих собственных ощущений. Первый день вообще без проблем дается. Второй день к вечеру начинает катеться. Просто в случае моторики что-то съесть. Но опять же вода и, слава богу, сон у меня был нормальный. То есть просто ложился спать. Ну а на третий день с первого минуты пробуждения, в принципе, смотришь на часы и ждешь, когда наступит долгожданная отметка в 72 часа. Поэтому результаты по потере веса вы видели. Выводы я думаю, что многие из вас делают. Ну и было бы замечательно, если бы вы поделились своим опытом используя подобных манипуляций с пищей. Кто-то голодал, я знаю, большее количество дней, но там требуется выход. Так что, ребята, надеюсь, что вы из просмотра этого видео, наверное, сделаете какие-то выводы. Может быть, что-то для себя. Где-то какие-то галочки, отметочки поставите. И надеюсь, опять же, что все мы будем здоровы. И хочу сказать вам спасибо. Не забывайте, что ссылочки и комментарии, мои комментарии будут размещены в описании к этому видео. Так же, как и все проекты, в которых я участвовал. Так что, друзья, подписывайтесь. Не забывайте комментировать. До встречи на канале. С вами словами доверия. Пока.